Приветствую друзья на связи Андрей Жариков и позавчера 25 июля исполнилось ровно 14 месяцев с того момента как прошла знаменитая конференция после которой все изменилось конференция от 25 мая 17 года на который вышел господин Рабало и сказал что компания будет заниматься легализацией и в связи с этим блокируются финансовые операции в четырех странах Германия Польша Казахстан Украина господин Рабало сказал что это временная ситуация и что к 12 июня кабинеты будут работать как и раньше но мы то с вами прекрасно знаем что это было вранье ни в июне ни в июле и ни в каком другом месяце ничего обратно не заработало то есть по сути инвесторы из этих четырех стран Германия Польша Казахстан Украина не могут уже вывести ничего из своих кабинетов на протяжении 14 месяцев а 13 июня 17 года прошла еще одна конференция на которой господин Рабало радостно сообщил что компания уже открыла представительство в республике Казахстан была зарегистрирована компания товарищество с ограниченной ответственностью Atlantic Global Asset Management и руководителем данной компании является Быткина Наталья Вячеславовна поздравляю партнеров из Казахстана в вашей стране уже зарегистрирована новая компания ТО Atlantic Global Asset Management в Казахстане в городе Астаны на слайде показан документ подтверждающий регистрацию компании в Казахстане ее юридический адрес, идентификационный номер, данные юридическому владельцу подтверждение регистрации компании можно проверить в государственных регулирующих органах Казахстана поданы документы на получение финансовой лицензии только Наталья Вячеславовна совершила неосторожность, зарегистрировав данную компанию на свой домашний адрес откуда же ей было знать, что радостный господин Рабало решит показать все эти данные, включая ее домашний адрес на весь интернет а сейчас давайте послушаем, как компания Агам открывала представительство в Казахстане и расскажет нам об этом непосредственный участник этих событий госпожа Быкина еще раз сказать, каким образом она на вашей линии зарегистрирована? Получается, люди, которые занимаются юридическая компания, какая-то адвокатская компания на Украине через знакомых на 7 номер попросили зарегистрировать СО в Астане, которое будет заниматься инвестиционной деятельностью, вкладывать деньги в строительство так мне сказали, то есть нужно было найти человека, которому можно доверять, на которого оформится эта фирма и они назначат меня директором, то есть на этого человека а в дальнейшем, они сказали, приедет тот человек, который будет заниматься вот этой вот инвесторской деятельностью якобы он из Испании, и этот человек приедет в Астану и купит у меня это ТО поэтому они хотят, чтобы я пока оформила документы и все подготовила, чтобы документы они сказали, что будут, ну они попросили, чтобы я была директором, пока у меня будут все вот эти вот оформляться все вот эти вот вопросы там, регистрация, перерегистрация я вам рассказала, что хорошо, я согласна после чего я зарегистрировала фирму на свой домашний адрес то есть у них у меня сомнений, ничего не было, потому что они позвонили от знакомых людей, которым, можно сказать, я доверяю нормальные люди я зарегистрировала эту фирму и отправила им вставку электронную об устарственной регистрации, что вот фирма зарегистрированная готовая, можете уже там звонить своим инвесторам приезжают и оформляют на себя они сказали, что хорошо но пока точно сказать не могут, когда приедут пока пусть деятельность будет пока приостановлена ничего не делайте, документы это же все у вас и я говорю, хорошо, ладно две недели вот в прошлый четверг мне на WhatsApp начали поступать сообщения от каких-то неизвестных людей о том, что с вопросами как мы можем вывести на какую-то карту свои деньги да, я в недоумении начала узнавать, какая карта при чем тут я они мне отправляют фотографию где сведения зарегистрированы по моей фирме мой номер телефона где деятельность мой домашний адрес юридический адрес фирмы и я им говорю да, фирма зарегистрирована на меня, но при чем тут какие-то деньги я говорю, никакие деньги не вкладывала эта фирма вообще никакой деятельности не ведет мне в совершенстве эта девушка писала, что фирма Агам и фирма Квестра вы зарегистрировали с таким же названием так, смотрите информацию про эту фирму в интернете я набрала в интернете Агам и там вышла информация что это Квестра что они объединились а быстро я слышала раньше что это вот эта пирамида что там у нас все складывают деньги и там знакомые многие мои там складывали рекламировали но я понимала, что это как МММ это пирамида сама сменялась получается, что они на своем сайте вот эта Квестра выложили справку вот эту, которую я отправляла о государственной регистрации выложили на сайте Ютуб видео, с которыми говорится то, что в Казахстане официально фирму и подали документы на оформление лицензии на получение лицензии на занятие финансовой деятельности они, грубо говоря вводят в заблуждение людей о том, что подавался какой-то пакет документов на получение лицензии этого быть не может документы и печать находятся у меня даже о том, что я им прислала эту справку по почте это ни о чем не говорит они не могли сами через кого-то подать там пакет документов на получение лицензии ну то есть отношение к нашему национальному регулятору на сбанку это никакого отношения у вас абсолютно никакого отношения да и и компании к этой квест Atlantic Global Asset Engine тоже никакого отношения не имеет то есть я понятия не имела вообще какой деятельности они собирались заниматься потому что они мне сказали что они собираются обкладывать деньги в строительство что там будет какая-то финансовая пирамида заместная понятия не имела потому что я бы не стала регистрировать на свой домашний адрес какую-то пирамиду вы сами понимаете я я человек взрослый я я юрист сама по образованию у меня ребенок у меня семья и сейчас ко мне постоянно звонят на телефон какие-то люди не знаю где они берут мой номер телефона а говорят хотят знать информацию про АГАМ хотят вложить деньги кто-то звонит с вопросами о том как вывести деньги я всем говорю что никакие деньги не вкладывать ни в коем случае это так-то пирамида то есть это обман и заблуждение потому что фактически получается подставили меня обманули меня и всем выкладывают эту информацию на своих сайтах что якобы у них все официально у них все нормально у них все зарегистрировано на самом деле эта фирма никакого отношения к их деятельности не имеет после чего вот после всех этих звонков я встретилась сегодня с адвокатом с вами поговорила пошла в РУБД писать заявление они сказали нужно в прокуратуру обращаться я обратилась в прокуратуру Саракинского района города написала заявление мне в ВУД сказали будут разбираться по этому факту но на данный момент меня беспокоит то как люди приходят ко мне домой у меня ребенок дома сидит один они приходят ко мне домой долбятся в дверь звонят в дверь звонят ко мне на телефон неизвестные люди бесконтаются и продолжают получать я просто в шоке я не знаю что делать как это все остановить в предыдущих видео я уже говорил если какая то компания собирается серьезно работать на новом для себя рынке то юристы должны изучить местное законодательство скорее всего необходимо будет получить лицензию открыть представительство юридическое лицо и только потом открывать офисы на местах а в великой компании Квестра Ворлд и компании Агам которыми управляют гениальные бизнесмены все наоборот сначала они наоткрывали офисов разных стран включая Казахстан стали привлекать деньги населения а потом два года спустя спохватились ой ребята а нам легальность нужна нужно представительство делать а чё это вы об этом в 2017 году то только вспомнили ну и как мы видим ничего хорошего из этой затеи не вышло несмотря на все обещалки несмотря на все представительства инвесторы из Германии Польши Казахстана Украины не могут вывести ни цента ни доллара ни евро на протяжении уже 14 месяцев но у нас как говорится на носу уже август и господин Диего утверждает что в августе он даже начнет платить посмотрим следите за новостями подписывайтесь на канал нажмите на колокольчик чтобы ничего не пропустить с вами на связи был Андрей Жариков всего доброго не пропустите ни сего ни сего не пропустите